Душа Птица ли судьба? С оттяжкой где-то харкает пальба. Спокойствие срезается грозой, угрозою железной стрекозой. И ветер разлетает в пыль и прах. Звелиный ужас, журавлиный страх. А озеро, оно не убежит, лишь отражений множат витражи. И ничего не ясно в глубине, по прихоти по чьей, по чьей вине. Но тишина вернется все равно. Возьмется время за веретено. За ивовый кружащийся листок спридет кудель страстей в простой моток. Задремлет ветер, как уставший пес. Продрогнет лес от васильковых слез. Но перед тем, как корочкою льда затянется прозрачная вода, мелькнет, надеюсь, тайно там, на дне, известная Создателю и мне. Продолжение следует... 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 Человек не должен себя определять как еврея, русского, итальянца, испанца и так далее. То есть, в общем, он должен себя определять, но это за него государство часто делало, или язык. Человек должен себя начать с того, прежде всего он должен определить себя более-менее в таких, более-менее конкретных категориях. Он должен спросить себя, кто я? Трус или более-менее не трус? Скажем, я добрый человек, или я жадный человек? Я честен с бабами, допустим, или я не очень? Вот эти дела. То есть, он сначала на эти вопросы должен себя внятно ответить. И только потом он должен себя начинать определять в категориях национальности, культуры, географии, философии, религии и так далее. Потому что все эти большие дела, они очень тебе сильно замутняют. И ты думаешь, значит, вот если ты читал этого самого, я не знаю, там, Гегел или Бердяева, я не знаю, ты уже хорош. Ну, это примерно так же, как с советской властью бороться. Если ты будешь, то ты уже хорош. Потому что, когда есть вот это объективное зло, тебя избавляют от самоанализа, да. И ты не думаешь, что ты подонок. Тоже, в свою очередь. Данте говорил, знаете, как Данте говорил, он говорил, что черты человеческого лица должны складываться в буквы, составляющие ОМОДЕЙ, да, то есть, Человек Божий. Я не знаю, кто я. Я знаю, более-менее, что я, в общем, не самый замечательный человек, да. То есть, я знаю, например, что там, скажем, я знаю, что я натворил в этой жизни, да, я знаю, кому я сделал, там, скажем, причинил зло, да. И простить более-менее, там, ну, конечно, я себя прощаю, но, в общем, в конечном счете, я простить себя этого не могу, да, и так далее, и это для меня важнее, чем я русский, или я еврей, или я вместе, да. То есть, не то, что я хочу сказать, что Бог – это совесть, совершенно не в этом дело, да. Ну, просто я более-менее знаю, что я такое, да, и мне неохота, в общем, определять себя в более абстрактных категориях, да, то есть, в более расплывчатых категориях, да. То есть, в общем, человек должен к себе быть требовательным, я считаю, да, в более, если он может, да, а так и не прятаться, там, скажем, за, или в, ну, скажем, концепцию философии. Человек не то, не сумма того, во что он верит, над что он уповает, не сумма своих убеждений, человек сумма своих поступков. У ночи в поводу идет колючий снег, Идет, идет по льду какой-то человек Торопится куда, вдали не огонька Угрюмая вода, как никогда, близка Он снегом весь оброс С угробы на горбе Он скрючен, как вопрос О жизни и судьбе Неясен, как ответ Гаданье на бабах Через плечо нет-нет Глядит, глотая страх Кто там по льду, по льду Идет за ним, за ним У ночи в поводу Как смерть неотвратима Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Снежные мосты! Добро пожаловать на наш канал! 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 Вслед за ливнями грозами Сизобрюхая туча, а только что белым туманом была, поднимается ввысь Конь мой конь, белым был, стал от пота соленого пепель на сиз Конь мой конь подо мной разъелился, и скифская кровь пробудилась во мне Эта скифская кровь заставляет голопом лететь за грозою с грозой наравне Обгоняя брюхатую тучу, вот-вот разродится она грохоча А навстречу текут табуны, то гнидая мелькает, а то вороная свеча От раскатного ржания, топота, громополынной земли сердце рада Оно скифской кровью омыто, горячую вольную силы полно Это предки мои соразмерно горам обступили, коня подхлестнули Взлетай, это хан мой, Алтай, это я Вижу сокол-охотник упал и с добычей взмыл, добрый знак Суслик пискнул, в когтях повисая, забился, бедняга, обмяк Мимо-мимо скачу, прирастая к седлу, возвращаюсь обратно в свои времена Мне сегодня мои соплеменники скифы придумали стремена Ночью пились на скулах моих блики танца ритмичного краски живого костра Ночью жаркая бронза стрелы застывала остра Щекотала дымком, кочевое житье мое длилось, кипело, цвело За такие далекие горы навек увело И на полном скаку, и я зубами узду держу И рука обнаружит натянутый лук, и стрела затрепещет Взлетай, мой единственный встретил меня Хан Алтай Богиня будущих морей лежала на спине Еще не в космосе, скорее, в блаженном полусне И слезы счастья по щекам струились щекоча В ушные раковины Там, тихонечко урча, рождался жемчуг Для богинь подобное легко Ну все, и что-нибудь накинь, и чаю с молоком Еще успеешь нарыдать соленых слез моря Опять непостижимой стать, иначе говоря Прощание с Красноярском Не провожай На вокзале времени курки взведены Тридцать минут остается двадцать У неподвижной еще стены поезда Не надышаться, не наговориться И нежности всплеск Анекдот не кстати, маята одна Вдаль по глазеям, как волки, в лес Но попытка к бегству пресечена Будет в четырнадцать тридцать две По Москве Не провожай Ночью весенней Простимся на берегу Енисея Ночью у неба библейский размах Ветра восточного льдистое сжение Набережная пуста Громада моста держится на золотистых гвоздях Дрожащих от напряжения Заживают ли раны от острых огней Эту тайну уносит с собой Енисей Словно мученик, снятый с креста Я вернусь Назревает рассвет, это знак В предрассветном тумане так мак Поднимает гранитную длань Велит перейти на восточный берег В тайгу За разгадкую тайны В кедровый скит Противиться не могу Я, железная стружка промышленных зон Намагничена силой Сибири Да, будоражит меня притяжение звон Проникающий в города Из таких заповедных седых широт Что тоска берет Вот настроила нерв Навострила слух На волну глагола сибирских рек И от жажды голос отрывист, сух И в гортани русский язык распух Ловит, ловит летящий снег О, всего лишь один чистоты глоток Но не вся еще выбита пыль дорог Я вернусь Енисей перейду Удаляясь на запад В плацкартном чаду Начинаю путь На восток Полвагонной вахтовики из Якутии Хоть не дыши Махровый такой таджикский клан В Барабинске перронные торгаши Выполнили месячный план В таджикских глазах Осоловелая праздность На футболках Нефтяная слеза голуба Надпись Прежде всего безопасность Проводница уже груба Навязывает открытки Нарисованные детьми инвалидами Кстати, с красивыми видами Заставляет купить А иначе вызовет за распитие Наряд на место прибытия И нету сдачи Самый вменяемый вахтовик Открыточку вертит Интересуется, куда клеить марки Не лучше ли посылать в конверте Берет все на всех На подарки Разглядывает пейзажи Березки да голубые дали И вдруг Такую страну просрали Высказался Отодвинул пустой стакан И увел свои полвагона В вагон-ресторан Хорошей девушки-попутчицы Ани Должна прямая речь Обтачивать углы Должна беседа течь Со скоростью смолы Быть чистой на просвет И что ни говори Чужой хранит секрет Комариком внутри Множество разных дорог Ниточками в горсти Множество разных стран Как ни крути Глобус Уплывай Уезжай Улетай Можно выбрать любую страну Взором горячего сердца Я выбираю только одну Алтай Горный Алтай Целой жизни не хватит И спить Изо всех водопадов Рек и озер Целой жизни не хватит Строчкой следов Прошить вершин Белоснежный шатер Жизни просто не хватит Вглядеться В красоту От края до края Взором горячего сердца Я останавливаюсь На хребте Курая Мощный Серебристо-покатый Словно доисторический ящер Уснувший когда-то Курайский хребет Охраняет внизу У реки В окружении Черной тайги Хрупкие домики Балык Туюля Голубые дымки Солнце марта С азартом июля Гонит зиму Со склонов покосных Забывается год Весокосный На ярчайшем снегу Рассыпаясь Почти не видны Табуны 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 Только взором Горячего сердца Отчетливо вижу Пару Коней Взбегающих На косогор Это кони мои Гнидой Да чубар Их А вокруг Алтая Родной Простор Весна продолжается Календарю Вопреки Весна поднимается В горы На уровне снега Так яркие Оранжевые Жарки Фиалки Синие Водосборы Среди Разнотравья Теряется Без следа Тропа Как в стоге Сена Булавка В красной Книге Закладка Это же Да Корень морали Радиола Морозная Горячавка Я и слов-то Не знала Таких Повезло С проводником Конем Дорогой Все не случайно Может быть Надо мной Аргамака Мелькнуло Крыло Тайно Может быть Я давно Завершила Дела На равнине Все Городам Сказала Встречный Везер Крепчает Конь Грозет У дела Что там С той Стороны Перевала Я спросила Недавно У местных В Улагане Какое Определение Они дают Тайге И услышала Ответ Есть Мягкая Тайга И Твердая Тайга Об этом Здесь Мягкая Тайга Густа Подсыпаны Солончаки Свои Охотничьи Места Свои Покосы У реки Уснешь Под каждую Кедрой Под стилках Хвойная Мехка А там За хмурой Горой Шаманка Твердая Тайга Такой же Вроде бы Кедрач Но мягко Стелет Жестко Спать И днем Заблудишься Хоть плач Костер Устанешь Раздувать Там Зверь Непуганный Космат Там Сесть Не может Вертолет Пропал Никто Не виноват Никто И шапки Не найдет Шаманка Твердая Тайга Пригрела Неспокойный Дух И воет Каменный Варган Железный Бубен Режет Слух У родника Кровавый Вкус И у горы Кривой Оскал Кем Был При жизни Тот Шулмус Чьи Кости Тайно Закопал В объятья Мягкие Тайги Беги И думать Не моги В зимовье Раскочегарили Печку Стало Тепло И Сухо Нары Шкуры Овечьи Тихая Ночь Но Муха Муха Взвелась И кружит Бьется В окно С разбега А за окном То стужа Белые мухи Снега Нет и в помине Лето Что ж ты Жужжишь Сердито Радуйся Что согрета Радуйся Что закрыто Это окно На волю Жизнь Короткая Вспышка Вот мы Уедем Вскоре Снова Уснешь Глупышка Дом из лиственниц Вековых Продолженье Тайги Золотое Ее тепло Оберег Обряд Заходя И одно Окошко В горную Синеву На вершины Глядя Спелые Звезды Повисли Дом Пристанище Дом Награда Тишина Встать На колени Дом из лиственниц Дом из лиственниц Награда Ищут, высматривают у кого там Привязан камень к топорищу И в шкуру тощий торс обмотан Да исторически безлюдно Парк отдан мраку с потрохами И только бабочка откуда Из мира Брэдбери порхает Иногда какие-то предметы становятся Зацепочкой для стихотворения Вот, а вроде бы пустячке Вроде бы пустячок, старый вязальный крючок Вот он, железный, кованый нитью Отполированный в прошлом тысячелетии Гордо блестят трудовые отметины Будто бы ордена у деда Солнечный день, победа И потянула, как петлю крючком Тянет из прошлого дачный дом Наш, подмосковный, направо, убраво Дом дедушки Бронислава Прадедов дом, Ивана и Лиды Памятью предки в единое слиты Сливы цветущие дом обнимают Зыбкое облако напоминают Облако бьется в окно чердака Как же чердак невысок Прадеду встать в полный рост Никак, крыша наискосок А мне хорошо, мне шесть или пять Можно подпрыгивать, танцевать Шесть или семь Интересно мне шмелей пересчитывать На ковыря ужасно мохнатых Шмелей шерстяных В сумельках точно живых А можно через чердачный лаз Вниз головой висеть Рябит половик полосата для глаз Шесть полосочек, семь Долго висеть не хватает сил Руки, ноги дрожат Что там, яблоки, апельсин Клубочки в корзине лежат Вяжет прабабушка Лида Только ее не видно Белая река Выше берегов белые луга Губы трубочкой, ладони теплой лодочкой Позволь мне мимо острого бурьяна Мимо цепкого бурьяна А не страшно, пусть репьями обметает рукава Только пронеси мимо пустоты Безымянной бездны мимо белая река Бережно, как мама на руках Остуденная вода смоет всю тоску черноту Парная вода уймет в костях ломоту А в железной затвердеет вертикальный солнце скол А отталая вода Обновленная душа Выше берегов Да на белые луга Выше берегов Унеси меня, река Такой, какой у мамы нарекла Найди золотистый стебель Прозрачный, как мед Горный мед В нем вереск поет И пчела начинает сердитый полет Найди золотистый пружинистый стебель В нем ветер еще не угас Не увял на границе равнины У подножья базальтовой бабы Врастающей в землю обратно К началу начал Туда, где первый огонь Первый бой барабанный У подножья каменной бабы С круглым, как мир, животом Золотистый стебель срежь на закате Обнажая охотничий нож Самодельный, подаренный другом На медведя не меньше Так, чтобы солнце скользнуло по лезвию Так, чтобы солнце полоснуло само Но ни листья, ни корни, ушедшие в норы Ничего не бери Только стебель Несущий на свет дождевые потоки Обратно Стебель золотистый, как солнце Слеза разломи на ладони На вкус он горчит На вкус он горчит И волнующе, смутно еще Пахнет небом свободы Нетронутым снегом свободы Черным хлебом дороги И надо же, а Все еще начинается Серебряную полоской Блеснул океан вдали Земля показалась плоской Взлетевшим с круглой земли Заоблачные просторы Клубятся внизу, внизу Мелькнет ли в прорихе город Заученный наизусть Сибирь, середина марта Покорно земля легла Штабною секретной картой У края звезды Кремля Но кажется мир бесконечным Кружащимся, полным любви Крошечным человечком Взлетевшим с плоской земли Когда я уеду Влюбляйтесь, мои провожающие Махните в сердцах Ну куда, ну какого рожна еще есть От дома и лада И дышит кассирша на ладан Не зная, что напоминает Качнувшийся ландыш Вокзалы, речные обычные Рельсы и реи И этот билет Полужесткий плацкарт лотерейный Когда я уеду Целуйтесь, как будто бы нет меня Мне выпало солнце Вращением планеты обветренное Когда я умру Это тоже не повод для плача Скажите, она на коне Ускакала горячим И жизнь началась Как походная песня простая Скачи да скачи В отраженье небесном Алтая Научите меня расставаться легко Трудно вам разве Травы Волнисто текущие Через Полусогнутый локоть Холма Отпусти меня Дай мне верхнюю боковую Вдоль окна Чтобы кроме неба вздрагивающего Никто Укрупненное мое прощание Да еще Пальцы содранные до крови Да, вот так Не заметил, не узнал Не пресек Сбоку чая и нечаянных Не хочу Для попутчиков перетирать Города Кто, куда, откуда, что Проводник Он-то знает обо мне Но молчит И такая тишина в душе Сладко терпеть Будто голыми руками Намытая соль Дай мне верхнюю боковую Небо вдоль Только не теперь еще Не теперь Я встаю со словами Доброе утро Мир Оживляю костер Пока остальные спят Рядом бродят кони Каря, зигзаг и мир На рассвете Каждый из них крылат Я сама летаю И вскакивая в седло На вершины глядя Читаю я Отче наш А под кровлей крышей Молиться не так светло А светло и ясно Дорогою на октаж Оговорка вышла Снег наш Насущный дай След в снегу оставили Каря и мир Зигзаг Это май Цветущий Солнечно-снежный Май Рододендрон розовый Коршуна Хищный знак Всем зверюшкам Прятаться Жарко Весны Страда Вот и снег Скукожился Кони Вспотели Аж Заблестели Розова Как в райском саду Стада И цветы Осыпались Дорогою На октаж Заблестели Страда 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 АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Приглашаем исполнителей. Владимир Чижик. Хочу показать, с чего он играет. Стихи. Миноты. Это удивительный наш музыкант. АПЛОДИСМЕНТЫ Похлопаем. Сегодня перед вами впервые в нашем театре выступил Семен Дадонов. Я надеюсь, он станет нашим постоянным участником. Пожалуйста, похлопаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Как всегда, сегодня выступала замечательная художница наша, любимая Ольга Помыткина. Оля, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ И сегодня главным лицом явилась замечательная ПТСа из Омска Вероника Шелленберг. Пожалуйста, Вероника. АПЛОДИСМЕНТЫ Похлопаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо нашим исполнителям за замечательный вечер. И спасибо нашим зрителям за внимательное слушание, за ваш сюда приход. Мы очень вас ценим, любим. Мы видим, как вы слушаете. Это очень важно для тех, кто стоит перед вами на сцене. Еще раз ваши аплодисменты и спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТЫ Во-первых, я хочу поблагодарить Наталью Ибрагимову и всех, кто сегодня создал этот прекрасный вечер. Это потрясающее совершенно действие. У меня такое ощущение, что я в каком-то волшебном сюжете побывала. Для меня это пробуждение каких-то и моих же глубинных лирических моментов. А еще в соединении с музыкой, а еще в соединении с вашим вниманием пристальным. Это просто потрясающе. Я со своей точки зрения, с точки зрения автора вам скажу, это автору очень важно и нужно. И спасибо Наташе, спасибо всем, кто сегодня сделал это все. Вероника, если еще вспомнить, что первый раз, когда Вероника у нас выступала под музыку, ей это настолько мешало, что мы ей даже купили беруши и задыкали уши. Ну, я исправилась. Хорошо. Я вот так сегодня хочу показать свою книжку, которую буквально два дня назад забрала. Вероника, извини, что я немножко тебя беру. Расскажи о себе. Потому что у тебя кроме поэзии, я понимаю, что ты поэтка. Вот я и хотела. Вот в этом смысле. Да, к этому все и шло. Извини. Ничего. Вот эта книжка называется «Караактаж». Это «Черно-белый камень» в переводе с алтайского. Это единственная моя книжка прозы. Я издала 9 книг стихотворных, считая стихи для детей. И вот, наконец-то, издала свою повесть. Я ее писала долго. И почему вообще появилась мысль написать повесть про Алтай? Это о мифологическом Алтае. И рассчитана она, прежде всего, на подростков. Ну и для взрослых тоже, я думаю, будет интересно. Потому что я много лет туда езжу. И, как вы поняли, по стихам. В Алтай влюблена. И я не просто туда езжу. Я там работаю. Инструктором по конному туризму. Вот. Семь маршрутов отработала я на данный момент. От звонка до звонка, что называется, все лето. Я нахожусь в горах. Вожу людей на конях в районе горы Белуха. Ну и в другие некоторые места. И так как я соприкасаюсь там с местными традициями, обычаями, легендами, у меня все это стало закручиваться в голове, в какие-то свои сюжеты. Ну, это как я, когда веду группы, я же еще людям рассказываю разные истории. И бывало так, что мы идем до какой-нибудь стоянки, а я думаю так, что бы мне такое рассказать, и на ходу что-то сочиняю. Такие здесь тоже есть вещи. И в какой-то момент появился персонаж, этот караоктаж мифологический. И я раскрутила некоторые алтайские мифы, добавила, естественно, свои, сделала там определенную линию. Ну, это понятно, это же все-таки повесть. Ну, главный персонаж, кроме вот караоктаж, это 11-летняя девочка нашего времени. Она попадает туда, в мифологический алтай. Ну, в общем-то, начало такое, известное для многих фантастических, фэнтезийных и мифологических повестей, романов и т.д. и т.п., когда человек из нашего мира попадает в некий мир, ну, придуманный. Ну, главное, как мы это потом подадим и что мы с этим сделаем. Ну, вот как я смогла, то есть отразила свой интерес к мифологии, свою любовь к Алтаю, потому что здесь у меня, конечно, есть и алтайцы, и духи, и реальные люди, они все, прежде всего, бережно относятся к природе. Они все чтут духов воды, огня, земли, воздуха. Они относятся бережно к птицам, ну, вообще к животным, к птицам. Они не убивают просто так. И вот этот вот замечательный принцип «Жить в гармонии с природой» мне и хотелось своей книгой донести до современного читателя. Да, на обложке вот здесь. Это моя картина. Это белуха, рассветная белуха. Я занимаюсь живописью, кроме всего прочего. И для этой книги, так как… Я открою, уберу. Вероник, не убираю, потому что это снимает все. Да, вот. Я сделала рисунки. Почему я захотела сделать «Овсиет»? Очень такое красивое, дорогое издание. Потому что здесь рисунки углем. Главных героев я рисовала долго. Это было самое мучительное, но интересное. Одну только вам покажу. Вот эту девочку. Пять раз я рисовала так, чтобы у меня получилась все-таки 11-12-летняя девочка. Я приходила с этими рисунками в библиотеку к своим друзьям и говорила, «Посмотрите, пожалуйста, вот сколько ей лет?» Мне говорили, «Ну, лет 17, а в глазах еще такое, как будто ей уже лет 30». Я говорю, «Ну вот, опять перерисовать». Вот это было очень сложно. Вот. Ну, соответственно, я рисую иногда, когда не занимаюсь всем остальным. Кроме того, у нас в Омске, я возглавляю Омское отделение, региональное отделение Союза Российских Писателей и редактирую «Альманах Складчина». «Альманах Складчина» вы его найдете на портале «Журнальный мир». Да, все правильно. Портал «Журнальный мир», его делают сибирские огни. И там есть многие периодические издания современные, в том числе много сибирских изданий. И Складчина там тоже представлена. И мы давно уже дружим с кемеровскими авторами, с авторами, я имею в виду не просто город Кемерово, а весь регион Кузбасса. И публикуем их, и поэтов, и прозаиков. И в хронике освещаем события, которые происходят на сибирской земле, в которых мы принимаем участие. Поэтому наша дружба такая и человеческая, и литературная, и издательская, потому что низкий поклон Наталье Ибрагимовой за то, что она делает такие проекты, которые еще после себя оставляют, кроме всего прочего, еще и бумажный объект. Это потрясающая серия книг, которую делали в 19-м году. В 19-м году 24 книги издали. Да, это нечто. Причем это же теперь библиографические редкости. Любой проект, так или иначе, еще и на бумаге воплощается. Это здорово. Поэтому хотелось бы, конечно, пожелать дальнейшего процветания, интересных идей. Я знаю, идеи есть. И на нас, на Омск, всегда можете рассчитывать. Спасибо. Ну и вопросы какие-то, что я говорю? Могу долго? Вероник, очень, ну как ты уже рассказала, что ты очень много бываешь на Алтае. Это горы, травы, цветы, ветер. Туристы. Алтайцы. Ну, туристы это в последнюю очередь. Когда поэзия? Ой, вот на самом деле очень у меня контрастная жизнь в том плане, что, допустим, все три месяца, что я была в горах, вот, ну, когда у меня именно рабочий маршрут, я не написала ни строчки, мне просто не до этого, потому что это работа, это все серьезно, это моя любимая работа, ни в коем случае я там не жалуюсь, отнюсь, наоборот. Вот, но это как бы происходит, знаете, как мы ставим на зарядку, да, телефон свой куда-то. Вот так же я себя ставлю на зарядку в Алтай, потом приезжаю, и у меня идет дальше и стихи, и рассказы, и все остальное. Либо я уже потом еду, вот как я была в Балык-Туюле, просто сегодня вы услышали несколько стихотворений, написанных на днях, буквально. Ну, последние вот там две-три недели, потому что я сейчас была в Балык-Туюле, это Улаганский район, вот там дом из лиственницы, про мягкую и твердую тайгу. Это как раз я написала там, когда я езжу куда-то для себя скакать на конях, просто путешествовать по Алтаю. Да, конечно, я занимаюсь творчеством прежде всего, но я думаю, что вот тот принцип «не дня без строчки», вот для меня он не работает. Я могу спокойно три-четыре месяца ничего не писать, а потом взять и сделать. Вероника, ну ты такая натура сильная, мощная, это по голосу видно, потому как ты читаешь стихи, какие стихи. А что в твоем понимании есть женственность? Обязательно ли это должна быть такая вот, понимаешь, вот мягкость такая, слабость, может быть? Или все-таки женственность, она бывает разной? Вот что для тебя это такое вот красивая, сильная женщина? К чему ты сама стремишься? Ну, это куча вопросов. Ну, в общем, как бы вот на эту тему скажи нам что-нибудь. Ну, мой идеал — это красивая женщина, которая красиво скачет на коне по красивым местам, которая может скакать на коне и в то же время все-таки создать домашний уют. Без этого никак, потому что мы спускаемся с гор. Я имею в виду люди, которые путешествуют, да? Мы спускаемся с гор, вот он дом, все-таки дети, у меня уже дети выросли, но все равно. Поэтому нужно обязательно совмещать, потому что нельзя вот уйти. Вероника, вот ты скачешь, дети, а мужчина где? Ну, как это где? Ну, это если я не вывешиваю у себя в контакте фотографию своего мужа, это не значит, что у меня его нет. Там написано «замужем», «все прекрасно», «я замужем». Нет, нет, я имею в виду, вот ты скачешь. А где муж в это время? Ну, где? На работе дома. Нет, на самом деле, если бы ему нравилось скакать на конях, я его брала в походы, он ездил со мной на конях, он просто сказал «это не мое, мы вместе с ним ходим на сплавы». Вот в этом году мы сплавлялись тоже. Я к тому, что на горных лыжах мы катаемся вместе. Ну, если это не его, я что ж буду? Человека носили на коня садить? Нет. Чувая, катунь, башкаус, чулшман, я по всем этим рекам сплавлялась несколько лет подряд. И вот потом несколько лет не сплавлялась, теперь вот опять начала. Рафтинг. Не катамаран, только рафт. Вероника, обычно вот когда мы говорим о поэтах, все-таки мы представляем такого человека, как это даже есть такое выражение, человек без кожи. То есть он чувствительный, очень сложно вписывается в социум, он какой-то такой не от мира сего. Но вот по тебе совсем не скажешь, что ты вот совершенно, ты великолепно вписываешься, и при этом действительно мощный, сильный поэт. Вот как ты считаешь, среди поэтов вот как бы разные популяции есть, или вот что их разнит, этих поэтов, которые вот совершенно и по-разному проживают свою жизнь среди людей? Ну, во-первых, вы меня не очень хорошо знаете. На самом деле я вообще ранимое существо. Но, да, но как бы все-таки какую-то золотую середину я для себя выбрала, да, вот я там пообщалась, выступила, а потом отключила телефон и ушла в недоступ. Понимаешь? А так, я думаю, просто все люди разные. И я не берусь вообще судить о поэтах, потому что... Это специальные стучки. Ну, потому что это, понимаете, это каждый человек индивидуальность. Да музыканты такие же. А художники, а художники, это же человек может месяцами из своей квартиры не выходить, сидеть и только-только и рисовать, и рисовать, и рисовать. Вероника, вот такое, скажем, пожелание нашим зрителям, нашему театру, может быть. Ну и вообще сегодня какие-то впечатления. То есть твое такое заключительное слово, небольшое, пожалуйста. У меня такой подъем эмоциональный. Я благодарна и этому месту, и людям, которые делают это место настоящим центром поэзии. Что еще, кроме слов благодарности? Я рада, что это все происходит со мной, что это происходит сейчас. Вот знаете, самое, мне кажется, потрясающее в жизни – это жить настоящим. Вот мы сейчас живем настоящим. Это так здорово. А слушателям, во-первых, я благодарна за внимательно, что вы меня так слушали. Это важно для автора. Что вопросы задавали, что все это не просто так куда-то ушло в пространство. Я бы, конечно, пожелала вам читать и учить стихи наизусть. Честное слово. Вы по-другому все услышите. Вот мы вот даже иногда садимся там друг к другу, читаем наизусть стихи. Не свои, других авторов. И это здорово. Спасибо, Вероника, огромное. Спасибо за чудесный, чудесный вечер. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok